Опа! Ну что ж, ребята, всем доброе утро. Московское время 7 часов 25 минут. И я честно скажу, здесь немножко холодновато по утрам. Вот. С вами Роза Хутор, день третий. Посмотрим, что покажет себя сегодняшний день. Да, ребята, вчерашний выпуск оказался немножко спонтанным. Уже столько массов впечатлений. Вон даже уже можно фотографироваться у Олимпийских колец на подиуме, держа факел. Бесплатно. Поэтому, ну, сами понимаете, первое впечатление надо снимать. Надо обозревать. Ну, как-то неподготовлено немножко. Вот, поэтому сегодня я постараюсь более подробно написать каждое место этой Олимпийской деревни. Да, ребята, как видите, погода немножко нахмурилась, но это не страшно. В целом не плохо. Вот. Как видите, вот эта канатная дорога, которая идет вниз, она ведет в Розу-Долину. Позже мы туда спустимся, я вам покажу. Покажу, немножко расскажу. Вот. Вот там вот плакон, полосатенькое здание, о котором я вам рассказывал. Там проводился фестиваль, New Art Fest, о котором я вам рассказывал немножко. Вообще, все это место, это является горная Олимпийская деревня. Здесь расположено крупное количество отелей, такие как Роза Спрингс, Роза Скин. Если чуть-чуть вниз спуститься, вон туда, там приют Панды. Да, это название. И множество разных названий. Да, в этих местах, как вы видите, отдыхали участники Олимпиады. Собственно, под своим флагом каждый участник. Вот. Совсем недавно здесь жили спортсмены, участники зимних Олимпийских игр. А теперь тут расположено несколько отелей, где останавливаются настоящие фанаты горных лыж и сноуборда. Ну, каждый здесь должен сфотографироваться на улице с флагами, где до сих пор сохранилась неповторимая Олимпийская атмосфера. Да, ребят, как видите, ни одно здание не обходится без бара, без кафе, без питания вообще никак не обходится. Это обязательно должно полагаться. Вчера я побывал в питательном заведении Surf Coffee. Вот. Это очень красивое заведение. Чисто пляжная тематика, связанная с серфингом. Ну, те, кто знает фестиваль «Держи баланс», те меня понимают. Там похожая тематика вся. Внутри кафе, а также вот в этом вот месте расположена обычная доска для баланса. Ну, все знают ее. Вот. И также рядом здесь развлечение есть. Баскетбольное кольцо специальное, где можно поиграть в 33 или просто в баскетбол. По желаниям. Продолжил я в кафешке мячик. У них, конечно, он бесплатно выдается. Играй сколько хочешь. Просто взамен надо оставить что-то там. Телефон или браслет, еще что-то. А так, бери в любое время, кроме ночных. Играй сколько хочешь, когда хочешь. Вообще классно. Вообще здорово, друзья. Поиграл я в баскетбол и я понял, что я либо старый, либо я разучился кидать мячи. И раза три попал где-то из десяти и все. Вот. Да и не игра это была, а просто какая-то потека. Ну, не суть. Мы продолжаем путешествовать. Тут множество достопримечательностей. Сейчас я вам покажу одно из самых красивых. Вашему вниманию представляется аллея флагов. Это главное украшение горной олимпийской деревни. Место, где собраны флаги делегаций разных стран. Красота неимоверная. Конечно же, идя по аллее, мы можем наблюдать большое количество разнообразных магазинов. Здесь все, и красота, и украшения. Все здесь очень-очень красиво. При выходе из аллеи по левую сторону, ну я, конечно, с другой стороны, по левую сторону, ну, можно увидеть наше олимпийское наследие. Я думаю, все вы их узнали. Как вы думаете, ребята, какое из представлений является самым потребляемым для горнолыжного города? Не знаете? А даже если догадываетесь, сейчас я вам покажу. Да, ребята, это электровелосипед. Это не просто обычный велосипед. В нем здесь действительно есть аккумулятор, который спрятан где-то вот здесь, в этой части. Достаточно только включить на эту кнопочку, и все заработает. Данный велосипед действительно помогает вам в передвижении. Увеличивает плавность хода. То есть при нажатии на педаль он вам помогает в движении. Вот. Это горнолыжный такой байк, электровелосипед. На нем также и проводят экскурсии, стоимости которых стоит неплохо таких денег. Вот. И многое другое. Но не только все экскурсии обходятся электробайками. Здесь также есть и фэтбайки. Фэтбайк. Всесезонный велосипед с очень толстыми покрышками, ширина которых от 3,5 до 4,8 дюймов. Самое низкое давление в камерах от 0,5 до 2 атмосфер. Это, кстати, главная фишка этих байков. Чисто можно и зимой, и летом, и осенью, и весной на нем кататься. Благодаря своим толстым колесам, фэтбайк обладает повышенной проходимостью не только по пересеченке. То есть стихией горных велосипедов. Он легко едет по сухому песку, снегу и полнейшему бездорожью. Вообще, классный, классный, шикарный вид. На нем, кстати, тоже есть экскурсии. Поэтому, кто хочет, приобретайте. И катайтесь с удовольствием. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо! 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 Спасибо!